В одном царстве, в сказочном государстве, жил-был царь. Звали его Николай Дмитриевич. Неожиданный ход, но это правда. Была у него молодая красивая жена Настасья Царица. И были у них три сына. Старший Петро или Василий? Василий Царевич. Второй Петро Царевич. Ну и младший Ваня. Крепкие парни росли, но характер разный. Чуть позже подробнее. И вот однажды разлучился царь с царицей и с царской и светлицей. Он остался во дворце, а царица на крыльце. Детишки в это время играли. Царица занималась сельским хозяйством, свободное от царственной работы время. Лен сеяло. Сеяло лен. Иногда конопель технический. В общем, всячески заботился о рабоченности государства. И вот тут, неожиданно, в это самое время, откуда ни возьмись, Найдет вихрь. Хаос. Доктор Хаос. Схватил царицу. И унес. Далеко. За синие горе горы. То есть. Причинив семейству горе. Не удалось младшему Ивану Царевичу, уцепившись за порты, остановить вихрь. Молодец. Молодец, Ваня. Ну, вообще. Как ты? А Ваня все? Хорошо. Молодец. Хорошо. Подошли братья к батюшке-царю и говорят. Так и так. Ну, а ну-то нашу не шли. Вихрь проклятый у него. Да. Мы как могли с ним боролись. Видите, все руки в мозолях, так его били. Мы смогли. Хотя бы младшую царевь. Ну, а царь ему отвечает. Ну, мои любезные сыновья, вот растете, повелеваю вам найти матушку вашу и доставить сюда в царство. Не могу я отлучиться от царствия своего, много тут забот. Много. Хорошо. Мы обещаем. Получаем вас. И стали братья расти. И вот они выросли. Евгений, ты не из этого царства. Вырос Василий Царевич, Петр Царевич и расстались они со своим детством. Детям. Младший не выросли. Младший не вырос. А что, младший не растет? Надо как ты отправлять. Ладно, давай, пусть потом подрастет. Ну, надо сам сказать. Потом пусть подрастет. Из моего поверения, по своему желанию, по своему хотели. Поливать будем почаще просто, да? Да. Ну что, смотри, подросли, надо их посылать уже. Пусть за матушкой идут. Берез дурью маяцей. Валбаш, здорово. Василий, Петя. Что, царь, батюшка? Что? Ну, вы же какие подросли уже. Что? О, что вы путеваете-то? Да есть, какую силушку. Вижу, вижу. Слышу голоса ваши могучие. Пора лететь вам. Путь-дорогу. Матушку. Победать будем. А. Вызволять. Ну, что, мать? На литее с город вихрь. Ах, горыничка. Хотели было, братцы, отказаться, но тут царь-батюшка топнул своей царь-потогой левой. Испугались, братья. Пора, путь-дорогу. И подумали, что лучше согласиться. Прошло три года. Хорошо поливали младшего царевича. И вот он подрос. И вот он подрос. И вот он и вот он и вот он подрос. АПЛОДИСМЕНТЫ Борода. Показатель духовного роста мужчины. Распрощался он со своим детством и подошел к батюшке-царю самостоятельно по собственной воле добровольно обращая ваше внимание. И мы в душе остаемся детьми, поэтому с детства просятся очень очень. Сын твой, любимый, царство тебе скоро доверю. Неожиданно. Что ты хочешь? Скажи. Царь, батюшка, хочу я матушку нашу пойти позволять из плена страшного вихря. Отпусти меня. Не отпустишь, все равно пойду. А кому? Один ты у меня остался, говорит он царь. Один ты у меня. Батюшка, отпусти меня. Ну что ж. Не отпустил его царь. Отпусти. Или отпустил? Тебе мое благословение. Ну, знай. Сын любимый. С матушкой жду тебя твоей. И отправился Иван царевич в далекий путь по следам своих братьев. Через горы высокие, через моря глубокие идет лесами дремучими коня едва не замужил. Через леса, через леса, через леса. Ребята, через леса. Лес, 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 лес. Быстренько, лес. Через снег и непогоду, через громы, через воды и приходит он к стеклянной горе. Великая стеклянная гора, а рядом с ней два шатра в порядке. Синий и красный. Сидят в нем братья любезные и Петя и Вася. Петя и Вася. Это и в детстве где-то не один. Братья, родимые, вы ли это? Да. Не узнать вас. Да дайте ж обниму я вас. Подивился Иван Царевич. Сдавайте обнимемся. Подивился Иван Царевич. Вроде бы братья-то уже постарше были. Да раскинул мозгами, а потом собрал их обратно в кучу и догадался. Это ж дух показывает стеклянная гора. Тот, кто нравственно себя разбил, тот, кто дух свой взрастил у этой горы большим кажется, остальные не большим. Ведь помните, какое у Ивана намерение было спасти свою матушку, а остальные кто братьев царь? Да. всю правду гора стеклянная показывает. И вот говорят братья-то что делаете вы тут братцы? Да мы маму тут спасаем. Да как же вы спасаете ты? Да мы лезем на гору почти три года лезем. Наверное, что надолезаем, а братья скатываемся. А надо там, на горе. И отвечает Иван братьям. Эх, братцы, рад я видеть вас. Да делать нечего. Попробую я пойти да вызвал матушку. Три года ждите. И три дня. Если я не вернусь, ступайте к батюшке и расскажите ему, как здесь все было. Взял его оборудование и полез на гору. Песня варень горах дня Если сразу раскис и вниз шаг ступил ледник и снег наступил за и крик Много раз Иван пытался покорить вершину не не обойдешься. Нужна помощь залам. И залез Иван на вершину горы, отрепнул молодецкий пот с молодецкого лба и наполнил своим братьям, чтобы подножие труда есть три года и три дня в тихе, а сам пошел по вершине горы. И вот идет он, идет. Вдруг видит. Стоит змей. Ты кто такой? Я змей. Здравствуй, Иван. И не пускает его. Здравствуй, змей. Ты на пороге медного царства. Чтобы пройти туда, ты должен выполнить задание. Какое еще такое задание? Ты должен отжаться триста раз. Это мы можем. Раз, сто, двести, триста, четыреста. Молодец. Царь же со звичком взял. Проискаю. Проходи. Молодец. И проходит Иван и видит, стоит медный дворец в медном царстве, а в нем сидит царевна медного царства. Встречает она его и спрашивает. Здравствуй, Иван. Здравствуй, царевна медного царства. Знаешь, кто это там? Ну, как же, не знаю. А там на входе надпись есть. Рядом со званой. Иди, пожалуйста. Царевна медного царства. Можно просто... Можно просто Ирой. Лера, Лера. Ира. Скажи, скажи, скажи. Ну, в царевна медного царства. Понимаешь, дело такое? Дело в том, что... Я ищу матушку свою. Настасью царевну. Так это меняет дело, говорит царевна медного царства. Вот тебе клубочек. Не могу ничего помочь тебе. Клубочек. Подожди, подожди. Только... Не теряй. Ну, как и будет. Сердце, да, ничего. Сама вручу здесь. Помогу тебе. Клубочек, помнишь? Заяц, ты меня слышишь? И ведет тебя твоя сестрица. Царица серебряного царства. Что я тебе так знаю? Может быть, она знает, где твоя матушка. Но только... Ты как пихая слова. Победишь? Сырена не зашла. Сырена не зашла. Скушай меди за днем. Благодарю. И бросил Иван клубочек. И покатился он с великим звуком по горе. И привел клубочек Ивана к другому змею. Здравствуй, Иван. Ты кто такой будешь? Я дракон. А? Дракон. Я свой. И что ты тут делаешь на моей дороге? Ты должен пройти испытание, чтобы пройти в серебряное царство. И в чем же заключается? Недная. Твое задание. Мое задание заключается в том, что ты должен рассказать стих. Да так, чтобы слезы тихли. И сердце радовалось. И душа. Я расскажу тебе, Акинский. Послушай его. С удовольствием. Аз узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка. О, тропинка. И лесок. В поле каждый колосок. Речка. Небо голубое. Это все. Родной. Это родина моя. Всех. Всех люблю на свете. Я. Правда. Молодец. Правда. Молодец. И слезы, но сердце радуется. Прошу. Прошу. Не пропустил змея Ивана. Прошу. Как же зовут тебя? Иван-царевича. Зачем пожаловал? Я ищу матушку. Настасью. Царевну. Не слыхала ли ты о ней что-либо? Нет. Не слыхала. Ну, может, моя сестра золотого царства знает. А давай я тебе дам клубочек. Ты подъешь его. И он тебя доведет к той сестре. Узнай. Про меня не забудь. Когда пойдешь обратно. И дала она ему селебряный клубочек. Бросил Иван клубок со всей своей богатырской силы. И покатился клубок с великим грохотом по горе. И пригодился он опять с ней. Ты что опять здесь делаешь? Я знаю. Смега, мы с тобой уже встречались. Может быть. У меня есть для тебя задание, чтобы пройти с днодом, Саша. Тебе нужно ответить на три вопроса. Хорошо. Кидал он змеи на каждый вопрос по минуте. Первый вопрос. Где ты сейчас находишься? Сел Иван в позу лотоса. И погрузился в дрему, чтобы подключиться к коллективному сознанию. Коллективное сознание сейчас же включилось в отгадывание загадки. Отгадывание загадки что? Загадку отказываетесь за минуту времени. Что вы руками мажете? Отгадываете загадку. Я не слышу загадку. Нет. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Где вы сейчас находитесь? Где? Где? В каком царстве? В каком царстве? В золотом. А время течет. А время течет. Немерно, не верно, на горе. Где вы находитесь? Минута. Где вы сейчас находитесь? Осталось 30 секунд. Осознайте себя. Где вы сейчас находитесь? Печора. Ну. Змей так громко думал, что Иван считал информацию. И... Какой это, ребята? Себе. Подождите, надо ему послать послание. На ноги. Правильный ответ объявляет Елена. Ты находишься в своем теле. А где ты сейчас находишься? Да где ж быть-то мне? В теле я нахожусь в своем. Правильный ответ. Второй вопрос. Чего ты больше отдаешь, тем больше у тебя становится. И сел Иван Царевич в позу лотоса, и время пошло. Любовь. Любовь. Что? 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 Чем больше отдаешь, тем больше остается. Что? Любовь. Любовь. Есть правильный ответ? Любовь. 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 Есть правильный ответ. Объявляйте, если есть. Объявляйте. 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 Объявляюте, ты больше читает. Чего без стыда не бывает? И снова сел Иван в позу водоса. Снова вошел он в состояние рёбок. Время пошло. Ну что, нейрончики, какие версии у вас? Чего без стыда не бывает? Подсказка, ответ приличный. Подумайте, почему. Говорят, не стыда не стыда. Подумайте. Ну-ка, ну-ка. Есть правильный ответ? Объявляй. Без стыда не бывает без стыда. Без стыда не бывает без стыда. Без стыда не бывает без стыда. И считал ответ без информационного поля Иван. Ну, чего же без стыда не бывает, Иван? Не бывает без стыда совести. Молодец. Вот так Иван прошел все испытания и медного, и серебряного, и золотого царства. Установим мировой рекорд. Установим четкую структурную связь между ними. Рекорд Геннесса. Вышли мы навстречу царевна золотого царства. И говорит Иван Геннесса. Здравствуй. Девица красавица. Ты, видимо, царевна золотого царства. В сервый жених возникло между ними светлое чувство. Закраснились щечки царевны золотого царства. Да Иван почувствовал легкое движение в груди. Даже животные потянулись к встрече этой паре. Здравствуйте. 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 Елена прекрасна. Елена прекрасна. Не видала ли ты тут матушку моей? Настасья царевна. Я сын ее. Я пришел, чтобы ее найти. Беда. Она в соседе в покое живет. И тут царевна достала заранее приготовленный золотой кулах. Он поможет тебе. Он отведет тебя в каланте с твоим царевном. Я пойду искать ее. Нет ли у тебя какой просьбы ко мне? На самое лучшее. Только не забудь, когда поймаешь вихри, меня забери с собой. Хорошо, царевна, жди меня. И пошел Иван Царевич, куда клубочек показал. А навстречу ему матушка. Сыночка. Матушка. Сыночка. Матушка. Ты как теперь нам за осень жарелся? Матушка. Ты как? Матушка. Так это ж ведь ты. Как устал мне ж зарыть-то на бараночку. Матушка. 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 Да какие там бараночки. Да я рад видеть тебя столько лет получше. Даже с бородой узнала мама своего сыночка. Там мне все сердца не отбаляешь. Матушка. Матушка. И радостной была эта встреча. Такой, что задрожали горы. Возошло солнце вместе с ранугой и месяцем. Засияли звездочки ясные Задули ветра ласковые, трепетные Запели птички вокруг птицы работают Матушка, ждет нас Царь, батюшка и братья Пора идти нам домой Пойдем, только вихрь здесь Он сильный, ты как-то его победишь-то Я же тебе помогу Я же знаю У него как и две есть С водой Которая Усилительная А только слабительная Выпьешь птички И справа, и так силушка поедет А из левой девушка бывает Смотри на телеку И предложила матушка поменять их местами На всякий случай Вдруг вихрь решит Это потом Ты сначала попей, Иванушка Силушки наберешь Да? Да? Прошу прощения Ну как? Ты из банки не стесняйся Матушка Я чувствую, что я могу все это царство взять и перевернуть Да выпей, маловато, пей еще Деструктиву не нужно, сказала матушка Я чувствую, что я могу взять землю, матушку И небеса И соединить их Ага Поцеловки Достаточно Молодец Молодец А теперь это березать, катушечки с местами, пожалуйста, поменять Ну это можно Молодец Да, чтобы видеть, когда прилетел он и спил по своей привычке То есть правая, оказывайте там Только когда он тебя нестит, а будет Ты ему за бородой захватайся скорее, да? И не отпускай Держись крепко Где бы он тебя не носил По горам, по долам А ты держись Что? Молодец Молодец Я держу победу Я держу победу